Вторая неделя Багряной Охоты 15 уже началась. В этом видео подробный разбор всех заданий. Погнали! Друзья, всем огромный привет! С вами Харди и мы продолжаем выживать в Гримсоу. Опять пропустил новое видео? Просто подписывайся, чтобы не пропускать. А еще есть телеграм-канал. Найти его очень просто. В описании видео нажимаем телеграм и не забудь подписаться. Регулярные анонсы всех стримов, роликов, розыгрышей, новости по играм, в которые мы играем. Конечно же пароли от бункера Альфа по игре Лас Дэй. Ну и чат подписчиков Печка ТВ. В общем, скучно не будет. Своими руками оружие создано 10. Ты знаешь. Вот такие дубины и готово. Работа в поле. Просто травку собираем. В честь изгнанника выполнено ежедневных заданий. Каких? Вот этих вот. Ну, собственно, если без мастер-кодекса, да, тогда тебе потребуется 7 дней на выполнение этого задания. Сундуков на боевых локациях открыто. Ну, каких боевых, ёб? Ресурсные, что ли? Ха-ха-ха, блин. Сейчас проверим. Ягодный напиток. Тюмных разбойников. Прикольно, прикольно. Время жатвы. Нанесено физического урона косами или серпами. 6-6-6. Тоже клевое задание. Расхититель сокровищ. Сундуков на локациях, отмеченных черепами. 10 открыть. Локации 1-2 черепа легко сделаешь. Скелетов убито одним ударом. Где у нас тусуются скелеты? В общем, сейчас сделаем. Противников убито союзниками. Ну, это чисто задание, которое выполнять в древнем могильнике, конечно же. Тут же, в принципе, и скелеты есть, да? Но одним ударом их убивать не всегда, конечно, получится. Бум! Противников испугано. Ха-ха, класс! Свиток ужаса, да? Собираешь большой паровоз и кидаешь свиток ужаса. Обязательно сейчас пройдем. Магия для слабаков. Пройдите древний могильник, не используя свитки. Какие свитки? Ну, к примеру, призыв скелетов, да? Слушай, ну это тоже ерунда, потому что многие проходят без призыва скелетов. Деликатный подход. Древний могильник пройден. Пройти древний могильник, не нанося урон в ближнем бою. 20 тысяч. Слушай, изичное задание вообще. Как? Скелеты. Скелеты и вот эти красавчики-союзники все сделают за тебя. Ну, а ты можешь с лук стрелять, почему нет? В общем, поехали с самого первого. Выполнить можно в любой одночерепковой локации. Везде, где есть дерево. Ну, а если у тебя уже есть дерево дома, прибегаешь, крафтишь и готово. Своими руками оружие. Работа в поле. Ежедневных заданий выполнения. Время сжатвы. Бу! И еще каждодневные. Это все мы будем одновременно выполнять. Выполняется на локациях. Один-два череп. Легко и просто. Ну, а если пойти в древний могильник, тогда не будешь собирать сбор волокна и оружие своими руками, да? Зато будешь выполнять другие задания целую кучу. Где брать серпы? Ну, к примеру, локация «Один череп». Можно вытащить серп из сундука, но гораздо больше шанс выбить из ботов, которые сюда приходят. Главное, не открывая ящики. И боты будут приходить бесконечно. Сундуков открыто на боевых локациях. Смотри. Все, сразу пошло задание, да? Блин, ну это капец. Уже наносим урон, соответственно, да? Серпом. Локация «Один череп». Катакомбы с первой по третью волну проходи. И будут тебе эти серпы. А что по поводу противников испугано? Бежим к привратнику и выбиваем свитки ужаса. Потом собираем вот такой большой паровоз. Большой паровоз. Можно за один свиток справиться. Ну, я считаю, можно и не париться. За три свитка вполне достойно будет, да? Собираем, собираем, собираем. Смотри, как бы застрянешь, встанешь, не полечишься и помрешь. Но вообще ничего сложного. Все, ждем, ждем. Вот они все кучкой. Раз, восемь противников испугал. Что дальше можно сделать? Можно дождаться эту же толпу засранцев. Они сейчас опять на нас побегут. И сделать опять испуг. Мне кажется, можно с ними же. Оп, уже 15 из 20. Ну, изи же. Вообще изи. Давай вот этого накажем. Почему? Я не знаю. Просто так, еб. Короче, несложное задание. Так, три. Все, в принципе, пять, да? Можно было сделать и за один свиток. Без проблем. Тут как бы сам смотри. Хочешь, выполняй за один. Продолжаем, продолжаем выполнять серп. Серп уже почти выполнили. Ёл-пало, я их набрал. Ха-ха-ха, блин. Также нас интересуют здесь сундуки. Ну и дерево, да? Для крафта оружия. Открываем ящик и смотрим. Сундуков на боевых локациях. Оп, один из пяти. Оружие своими руками. Выполняем. Десять кликов, пятьдесят дерева. Ну ерунда. Бу, уже выполнили. Если есть свитки дождя, можешь еще ускорить сборку волокна, да? Соответственно, когда идет дождь, с определенным шансом срабатывает плюс один при сборе. Ягод и травы. Че это за дубина? Очень хорошая дубина. Давалась в багрянку в одну. Мастер Бастарда. Выполнено. Задание достойная награда. Выполнено. Да, ночь на кладбище. Скелетов здесь нет. А вот кого здесь реально много, так это ящиков. Ну, сундуков. Можно и так. В общем, это задание можно выполнить на любой локации, где есть ящики и враги. А где все-таки искать шкелетов? Шкелеты у нас обитают в древнем могильнике. Да, гораздо проще на великой мачке Аисе убить этих скелетов. Еще проще. Подземелья отрекшихся. Найди тайную комнату. А где еще у нас скелеты? Когда вызываешь некроманта? Эта локация может и рандомно попасться тебе. Ты двадцатку там настреляешь на этом некроманте на раз-два. Они идут бесконечно. Давай все-таки доделаем работу в поле, расхититель, сокровищ. Собираем травку, открываем ящики, да? Больше нам ничего не надо делать. Работа в поле выполнена. Люблю я эти задания. Почему? Мотивирует, ел палы. Пока выполнял задание сто двадцать шесть порошка нафармил. Через обычные локации. Супер. И открыто сундуков выполнено. Честь изгнанника. Ну, это как бы мы уже приступили выполнять каждодневки, да? Охота на чумных разбойников. Чумные разбойники обитают в севере. Их, конечно, еще можно встретить в лагере варваров. Но самый простой способ на север сгонять и выполнить эту ежедневку. У нас остаются только скелеты. Все остальные... Мужчина, отвлекаешь. Все остальные задания. Чувство локтя, магия для слабаков и деликатный подход выполняются в древнем могильнике. Погнали за скелетами. Скелета убить одним ударом. Идем на АИСу. Умираем рядом с воротами. Не забудь с собой лук. Ну, хотя бы вот такой простой. И что нам делать? Ничего не делать, ждать скелетов. Повторюсь. Чтобы их убивать с одного удара, надо не меньше 70 урона. Это, конечно, идиотизм, но предположу, что надо действовать. Блин, я 8 кругов пробежал, скелетов нету. Прикинь, как такое возможно? А вот если бы я ставил капканы, била АИСу, они обязательно бы появились, да? Прикинь, грязь какая. То есть надо бить ее. Ну, нету. Реально. Девятый круг пошли. За 9 кругов они появляются по-любасу. Ну, реально, жесть. Поэтому, поэтому. Давай улетаем. В общем, смотри, да, чтобы они появлялись, надо с ней биться. А не просто бегать. Ну, все, нету. Зачем мы взяли лук? Нам умереть надо рядом вот с этими воротами. Ну, и соответственно, если она тебя начнет притягивать, и у тебя не будет лука, тебе придется зайти вовнутрь, чтобы поднять свой лут. Умирая рядом с воротами, ты просто убьешь скелетов и убежишь. Второй вариант. И он, конечно, покруче. Обитель некроманта. Здесь этих скелетов как грязи. Поехали! Ёлы-палы! Да, лучше, конечно, сюда с лютоволком приходить, да? А вот-то они, наш скелет с тобой. Как ты думаешь, мы быстро их настреляем? Блин, это самая шикарная локация для выполнения этого задания. но не самая простая. Есть ты, новичок, подземелье отрекшихся. Тайная комната. Ищи ее. Привет, блинчики! Альбрехт. Надо было, конечно, за волком-то сгонять, да? Че уж там. Ну вот, видишь, да? Почти. Почти, значит, уже выполнили задание. Мы только начали. И да, не убивай его, пока не убьешь всех 20 скелетов. Ну, логично, да? Вначале задание, а потом его. А как долго он вызывает их? Он их вызывает бесконечно. И мы с тобой просто не можем этим не помочь. пользоваться. 15 из 20. Проще только в сказке. Мужчина! Мужчина, не покидай меня, пожалуйста! Ха-ха-ха-ха! Блин! Грязищ какая! Так, давай, дождемся здесь скелетов, убьем, да? Возьмем волка и вернемся. Хе-хей! Вот что значит ударить. Валим отсюда. И еще одно задание мы с тобой выполнили. У нас остается только три задания. Чувство локтя, магия для слабаков и деликатный подход. Это все, увы, выполняется только в могильнике. И поэтому не пропусти следующее видео, где мы будем их выполнять. Забрать немедленно все эти шикарные награды. Друзья, ну а с вами был Харди. Я надеюсь тебе опачки хорошо выпало, хорошо. Я надеюсь тебе понравился этот видос. Если понравился, не забудь оценить лайком. Ты еще не со мной? Тогда подписывайся на канал. Как выходили видосы каждый день, так и продолжают входить на ютубе, на рутубе и яндекс.зен. Ну и конечно не забывай про наш телеграм-канал. Регулярные анонсы всего, розыгрыш по играм, в которые мы играем, новости, уникальный контент, который выходит только в телеграме Печка ТВ. Ну и чат круглые сутки. Удачи тебе в этой багрянке. Пока-пока.